Я думаю, с чего начать. Может быть, все-таки, прежде чем мы приступим к объявленной теме, вы хотя бы в нескольких словах расскажете о Кабале, для того, чтобы выполнить хотя бы часть той задачи, о которой я говорю. Кабана, в первую очередь, это наука. Ни религии не имеет к религии никакого отношения. То есть можно заниматься чем угодно, и кроме этого заниматься Кабалой. Проблема только в том, что заниматься Кабалой непросто. Она называется тайной наукой, потому что для того, чтобы начать что-то постигать в ней, необходимо пройти определенный подготовительный курс, методику, в течение которого вы развиваете в себе дополнительные возможности ощущения. Есть много таких методик и восточных, которые развивают в человеке дополнительные возможности ощущений того, что существует вокруг нас. Кабана также предлагает человеку по своей особой методике развить способность ощущать скрытую от нас часть мироздания. И когда человек обладевает этой методикой, ощущает высший, так называемый, более внешний мир, начинает его ощущать, это ощущение уже воздействует на него так, что он сам преобразуется. Это его меняет. Это его делает подстать этому высшему миру. Поэтому до тех пор, пока человек не обладел этой методикой, все, о чем говорит Кабала, непонятно ему, и поэтому оно называется тайной наукой. Но еще раз подчеркиваю, наукой, потому что в ней существует весь присущий науке аппарат. Так как в нашем мире наши естественные науки помогают нам понять этот мир, тот объем, в котором мы существуем, с нашими органами чувств. Так наука Кабала, она как бы раздвигает дальше объем нашего исследования, и все же химии, физики и прочие естественные науки продолжаются дальше. Все они в совокупности, в той ранее скрытой сфере мироздания. Они все вместе называются наукой Кабала. Я позволю себе провести аналогию, поскольку здесь, в этой студии, часто бывают и физики, и химики. И мне, как человеку, не имеющего специального образования, ни физического, ни химического, приходится верить им на слово. Или не верить, поскольку проследить их метод познания я не могу. Я могу только доверять и соотносить это со своими, наверное, ощущениями, как вы правильно сказали. Я предлагаю аудитории сегодня сделать вид, что эта программа ничем не отличается от остальных, поскольку здесь мы тоже не прошли курс, мы не знаем методики, у нас нет этого ощущения. Поэтому давайте мы выслушаем ваши выводы по вопросу, который интересует нас, и будем принимать их, наверное, так же, как принимаем, наверное, сообщения физиков или химиков в этой студии. Я бы сказал, что отличие Каббалы от остальных наук заключается в том, что, как повествует она сама, а владеть ее придется нам всем. Абсолютно всем. То есть мы не должны быть физиками, химиками для того, чтобы пользоваться результатами этих наук, хотя мы пользуемся ими. А вот для того, чтобы достичь правильного, безопасного, совершенного существования, для этого, как повествует Каббала, мы обязаны действительно овладеть ею. Потому что тот объем мироздания, который она раскрывает, это та часть мироздания, где зарождаются все события, которые затем нисходят в виде приказов, в виде сил в наш мир, материализуются и предстают перед нами в нас и вокруг нас. Поэтому, не поняв общей картине мироздания, мы все время будем отрезаны от его причинно-следственной цепочки, не будем знать, почему мы вдруг оказываемся в таких событиях, условиях, действиях, почему мы что-то делаем и вдруг вместо хороших каких-то следствий и оказывается, как правило, в основном плохие последствия. То есть, не понимая второй части мироздания, скрытой, мы так и будем страдать, блуждать. Каббала говорит о том, что человечество все время прогрессирует, развивается в людях в основном эгоизм сначала к животным наслаждениям, это пища, секс, кровь, семья, затем развивается эгоизм в последующих поколениях к богатству, к знатности, к власти, к силе, затем к знаниям. А эти все стремления, они получают ответ из нашего мира. Но после того, как человек развился уже по всем этим эгоистическим желаниям, то начинает развиваться в нем последнее желание, это желание постичь смысл жизни, его корень. Причем это не желание, которое можно удовлетворить за счет каких-то приобретений в нашем мире, а именно в чистом виде. Оно может развиваться только при постижении корня жизни, то есть его причины и его следствия, его конца, то есть цели. Поэтому Каббала говорит о том, что только когда люди, когда человечество достигнет такой стадии развития, когда предстанет перед ним вопрос, этот вопиющий, для чего я живу, когда оно кажется перед угрозой самоуничтожения, когда действительно будет полностью детермифировано, вот тогда люди осознают, что им необходима эта наука, и тогда эта наука действительно появится из своего скрытия, выйдет и предложит к себе всем остальным. Одна из древних книг каббалистических, книга Зоор, говорит о том, что начиная с 1995 года, начинается такой период, об этом было сказано в 3 веке нашей эры, указанное в наши дни. И мы действительно видим, как сегодня во всех странах люди чувствуют, что им надо или бросаться в наркотики, или они не знают, что делать. Это уже преддверие того, как и они обращаются к Каббале. Мы сегодня обнаруживаем огромный интерес к этому, миллионов людей. Но они обращаются не только к Каббале. Да, это общий поиск. Но я говорю о том, где находимся мы. У нас, допустим, существует заочный университет по интернету на 22 языках, и в нем занимаются около 700 тысяч человек со всего мира. Книги, так сказать. То есть интерес огромный. И это говорит просто о том, что действительно время подошло. Мы не претендуем на то, что только это, естественно, является ответом на вопрос, что человек должен искать. Но суть Каббала заключается в том, чтобы предложить свое решение. Что говорит Каббала о Творце? Каббала говорит о Творце, что Творец — это общее законное раздание, которое включает в себя все остальные законы, как высшего мира, так и нашего, как свои частные уже отклетления, то есть производные. Но Творец Каббалене — антропоморфен. Творец предстает нам в наших ощущениях, как абсолютно добрая сила, влекущая нас к подобию себе. Это, в общем, то, что раскрывается в высшем мире. То есть Творец создал человека и опустил его до самого низкого уровня, до самого ужасного и плохого, для того, чтобы постепенным развитием человек осознал, что самое наилучшее состояние — это состояние Творца, и пожелал бы уподобиться ему. Абсолютно доброе. Вы когда говорите «доброе», какое добро имеете здесь в виду? Я не могу более подробно, может быть, это оформить, потому что категории, в которых существует высший мир, добро — это немножко не наше. То есть добро, альтруизм, абсолютная забота и любовь ко всему, что вне тебя, свойства высшего мира, они непонятны нам. В нашем мире существуют земные эгоистические аналоги, не то ли, не больше. Но моральный закон, выраженный так и иначе во всех мировых религиях, имеет какое-то отношение к Творцу? Или это внутренний договор все-таки человеческого сообщества? Нет. Каббала, когда дает свою методику человеку, то человек просто раскрывает высший мир. Он начинает ощущать эти действия, воздействия на себя. Он начинает явно, чувственно постигать этот высший мир. Причем он постигает это с повторениями, с опытом, с анализом. Существуют графики, таблицы, математические аппараты, формулы. Он может четко следовать выводам, формулировкам, указаниям методическим. То есть это наука постижения высшего мира. Это не какое-то соглашение. Но в западной парадигме развития наука все-таки без эксперимента немыслима. И эксперимент должен быть повторяя. Человек ставит на себе эксперимент. На себе. На себе, да. Поэтому и называется наука тайной, что только для того, кто с помощью этой методики обретает ощущение высшего мира, для того она становится явной. То есть она не скрыта ни от кого. И никогда не была скрыта. Просто если у человека желание постичь этот высший мир... Говоря о Творце все-таки, в каких отношениях он находится с человеком неразумным, то есть неприобщенным, не чувствующим его? Он отвечает за него или нет? Творец постепенно ведет каждого из нас к самому наилучшему состоянию. Только есть период, когда он ведет человека путем неосознаваемых человеком страданий на протяжении многих тысяч лет нашего существования. И есть период, когда человек, задаваясь вопросом о смысле жизни, может далее продолжать свое развитие осознанно. То есть вместо того, чтобы быть подталкиваемым страданиями вперед к цели творения, к цели жизни, развить в себе даже больше того, что ему дает Цель Творца, желание самому постичь эту цель. И тогда он оказывается влекомый наслаждением, великом и хорошей любознательностью. То есть в конечном итоге только страсть раскрыть этот высший мир, желание осознать, для чего ты живешь, оно определяет весь наш путь. В этом единственная свобода воли. Каббала говорит о том, что вообще свобода воли ни в чем другом не существует. Только относительно постижения цели творения. Но эта цель может быть постигнута? Или сам процесс может? Каждый из нас эта цель обязана быть постигнута всеми, в равной степени всем человечеством. Но ваш собственный опыт что говорит о том, что мы называем смыслом жизни? То есть если я вам задам вопрос, в чем смысл жизни? Мой, собственно, опыт говорит о том, что в течение пяти-семи лет, иногда больше, конечно, зависит от усилий человека, он может начать ощущать высший мир, начинать уже постигать, откуда он произошел и где его цель. То есть человек, в общем-то, в течение этой жизни обязан выйти, обязан, если берет на себя это, конечно, может выйти в состояние, когда он существует одновременно в обоих мирах, тогда его поступки абсолютно альтруистичны, он проникается любовью ко всем, является исправленной частью мироздания и помогает остальным в этом. Но ведь умирает и каббалист, и не каббалист. Умирает тело. То есть человек, который постигает высший мир, вот это постижение высшего мира, оно остается, оно не связано уже с нашим телом, с нашими органами чувств. Тело умирает, а человек отождествляет себя уже жизнью в ином измерении. И поэтому для него умирание тела, расставание с телом, оно совершенно не является прекращением существования. Ну а как для тех, кто не прошел этот путь? Для тех, кто не прошел этот путь, они как были в бессознательном состоянии относительного высшего мира, так и остаются до следующего своего круга оборота, и снова им дается определенный шанс в следующей жизни. В итоге мы все прошли много-много жизней, и в наше время примерно мы подходим к такому состоянию, когда у каждого из нас возникает этот шанс. Кабала как наука. Какие имела этапы в своем становлении? Потому что вот мы знаем, что классическая механика возникла во времена Ньютона, а потом менялась с приходом Эйнштейна или квантовой механики. Был ли своеобразный прогресс в Кабале? Да, в Кабале были прогрессы, то есть путь развития Кабалы тоже прошел в несколько этапов. Первый этап это был примерно до 2000 года, до нашей эры, когда кабалистами были единицы, можно сказать, особые души, особые люди начинали ощущать высший мир без личной подготовки к этому, без методики, без личного силового крови, без усилий. Это было в раздельные способности? Это да, да, так же, как мы наблюдаем это и у других людей часто. Затем, начиная с 2000 года до нашей эры и далее, до начала нашей эры, до написания книги Зор, был период более осознанного вхождения в Кабалу в ощущение высшего мира. Начиная с книги Зор и до 15 века, это уже этап, когда кабалисты действительно могли с помощью книги Зор, и там в каждом поколении уже писались дополнительные исследования по Кабале, уже могли люди, ищущие этот вопрос, находившие эти книги, продвигаться собственными усилиями и входить в ощущение высшего мира. Начиная с 15 века нашей эры, произошел огромный переворот в Кабале. Появился ученый-каббалист, так называемый Ари, в 15 веке, который создал всю современную Кабалу, методику. То есть, поскольку души меняются, поскольку люди меняются, эгоизм меняется, из поколения в поколение мы все меняемся, поэтому мы становимся более эгоистичными, поэтому мы требуем прогресс, мы развиваем технику, науку. Это все вследствие возрастающего в нас эгоизма. Из поколения в поколение. Так вот, он уже родился на стыке поколений, когда эгоизм уже начал требовать решения вечных вопросов о смысле жизни. И он создал, заложил основы современной науки Кабала, после него уже в нашем веке, не в нашем, в 20 веке, был очень великий каббалист, который написал комментарии на книгу Зор и на все книги Ари, Раф Аслак, знаменитый ученый, каббалист, который является, в принципе, основоположником современной Кабалы. Я учился у него. Вот эта цепочка учитель-ученник, она обязательно в Кабале? Да, потому что ведь проблема в том, что ты не знаешь, куда идти, ты не знаешь, каким следующим должно быть твое состояние, ты не знаешь, что значит следующая ступень, как ее открыть. То есть путь практически в потемках. Ты смотришь по книге, ты развиваешься по книге, но коррекция необходима с помощью живого учителя рядом. Я не представляю, как можно без учителя, хотя теоретически вроде бы очевидно. Но если методика и есть определенные способности индивидуальные, то можно, наверное, постичь это и самостоятельно. Вы понимаете, у меня есть ученики по всему земному шару. Это от Мексики до Эмиратов и вообще не важно, кто и где. Но все-таки они нуждаются в коррекциях. Возможно, что будет еще в течение ближайших десятков лет такое развитие в людях сил, любознательности, возможностей внутренних в человеке, когда он сам сможет это делать индивидуально. Но все равно я на сегодняшний день занят именно подготовкой преподавателей. Вы сказали, что все человечество востребует кабалу. Все человечество... Неважно, даже, может быть, не кабалу. Я не хочу сейчас говорить о том, что это единственный или не единственный метод постижения. Именно о том, что если человечество не постигнет того механизма, той системы, откуда нисходят указания в наш мир, если человечество не будет видеть, почему такие сигналы мы получаем, почему таким образом управляемся свыше, каким образом мы должны в этом мире действовать, чтобы положительно влиять на высшее управление, чтобы снова на нас вернулось оно уже в более положительном виде. То есть, если мы узнаем всю вот эту цепочку причинно-следственную, мое воздействие на высший мир и высшего мира обратно на меня, пока мы это не узнаем, мы будем все время скатываться все большим и большим страданиям. Я почему задаю этот вопрос? Скажем, при поступлении на физико-математический факультет любого университета, пусть это будет НГУ или Гарвард, люди проходят достаточно тщательный отбор, всех не берут. Нужны определенные способности интеллектуальные и определенный набор знаний. Как обстоит дело с ученичеством в Кабале? Грубо говоря, есть дифференциация по уровню интеллекта? Кто-то может постичь, а кто-то нет. Открыто всем. Абсолютно всем. А как это возможно? Ну, то есть запретить нельзя никому. Нет, запретить нет. Но я знаю, вот я лично знаю таких идиотов, которые не могут прочесть даже буквально, не то что к ним. Это не важно. Потому что человек спрашивает о смысле своей жизни. И он может быть совершенно неучим. И действительно, вполне возможно, он таким и будет, потому что его кроме этого ничего не интересует. Он влезет, может быть, в какие-то другие науки, и вещество, они ему ничего не дают, никакого ответа. Ни искусства, ни литературы, ничего. И именно потому, что в нем горит этот вопрос о смысле жизни, и он остается ни с чем. И в Кабале он тебя находит. То есть нельзя никому запрещать, всем открыто. Но дело в том, что именно в мире этого вопроса, для чего я живу, он остается в Кабале, этот человек. И поэтому многие приходят, отсеиваются, уходят. Вход и выход свободны. Остаются, конечно, пока еще... Ну, с каждым годом все больше и больше числа остается людей. То, что вопрос возникает все более острым в нашем поколении. Но все равно это пока еще десятки процентов и сотен. Скажите, пожалуйста, вот обладая так или иначе, ну, подступив к обладанию этим ощущением, этим знанием, как Вы оцениваете попытку ответить на вопрос, зачем я живу, который дает человеку культуру и искусство? То есть индивидуальная попытка художника ответить на этот вопрос своим творчеством? Человек в нашем мире, он каждый спрашивает, или внутри него сидит этот вопрос, даже неощущаемо, для чего я живу. Этот вопрос, без которого, в принципе, любой организм и не может существовать. Но я живу для того, чтобы насладиться пищей, семьей, детьми, работой, каким-то созидательным процессом. Культура – это огромный выход, реализация человека. Если он получает от этого ответ на вопрос, чего я живу для того, чтобы себя таким образом реализовать, реализовать, ну, значит, до Кабалу он еще не дошел, его эгоизм еще не настолько большой, ему хватает этой реализации. Тогда он остается в этом. Так же, как и в науке, в богатстве, в достижении чего угодно в нашей мире. То есть мы смотрим на все эти проявления человеческого разума, желания себя найти, как на предварительное. То есть я, если я вас правильно понял, эгоистическое присущение является необходимым условием для того, чтобы прийти к Кабалу. Пока человек не увидит, что ничего, что есть в рамках этого мира, ему не может дать ответ на смысл жизни, он для Кабалы еще не готов. Поэтому мы раскрываем его всем, а остаются единицы. Но это именно те, которые ищут ответ, настоящий ответ, который можно найти только в постижении высшего мира. Каким образом знания Кабалы скорректированы, скоррелированы, может быть, с современными познаниями области естественных наук, такими как большой взрыв, изотропность однородной вселенной и так далее? Они полностью сходятся. Я по специальности... У меня специальность регуляции биологических систем. Медицинская кибернетика. Биокибернетика. И, в принципе, я не знаю, что больше меня подталкивало к ответу на вопрос о смысле жизни. Или моя специальность, или просто внутренняя потребность найти самого себя. Но когда изучаешь Кабалу, то видишь, что это просто продолжение всех тех наук, которые вокруг нас, дальше, в следующую область мироздания. То есть, теория большого взрыва, развитие Вселенной, и кварки, и... В общем, все это из изучения высшего мира ясно, более-менее, почему так произошло в нашем мире. Особенно взрыв и появление нашей Вселенной, переход из энергии в материю, это все объясняется очень ярко, просто, красиво объясняется. У Кабала есть своя мифология? Нет. Кабала дает такое трезвое понимание всех процессов Вселенной нашей, мироздания нашего и более внешнего всего, что человек... На это просто нет никакой необходимости. Какая может быть мифология? Черти, ведьмы, журдулаки, ангелы, это все... Это все просто силы природы, таким образом называемые, может быть, как-то. Но это наука, это такая чистая, серьезная наука, что нет никаких... И сам язык у нее очень сухой. Только когда человек вместе с этим языком начинает ощущать процессы, которые происходят в нем, вот тогда она превращается в чувственное постижение природы, природания. То есть мы тоже можем смотреть на какую-то картину, восхищаться, а можем изложить ее чисто в научном объяснении каком-то там, разложить это по спектрам, по частотам и так далее, по тому, как это воздействует на мои органы чувств. То есть, смотря какой подход. Так вот, в Кабале описывается научно воздействие на нас внешней части мироздания. Тайной, якобы, части мироздания. Научно описывается. Если у меня есть адекватные этому научному объяснению внутренние ощущения, то есть я развил в себе по этой методике внутренние ощущения, тогда я уже переживаю. Я вхожу таким образом в постижение вечности и совершенства. А если у меня еще не развились эти ощущения, то я читаю, это для меня просто научная книга, но я, в общем-то, не понимаю еще, о чем она говорит. Ну, ведь то, что вы называете переживанием, скажем, в христианстве, в православии особенно, называется благодатью. То есть, это то постижение, которое исходит там не в результате изучения научных книг и формул, не в результате приобщения к знанию, накопленному другими, а в результате некого откровения, на которое человек толкает от обстоятельств жизни до обстоятельств совершения молитвы, скажем. Каббала никаким образом не соприкасается с религиями. Даже более того, она говорит о том, что в конце поколений, то есть, когда массами-массами люди будут уже в ощущении высшего мира, они все равно могут остаться при своем отправлении каких-то религиозных культов. Это не мешает. То есть, если кому-то это необходимо, нравится, если вот, кроме этого, успокаивает, это ему как-то надо по каким-то своим внутренним потребностям, он может оставаться при этом. То есть, даже на таких высоких уровнях постижения высшего мира, все равно Каббала говорит о том, что это не противоречит одно другому. Мы такого не наблюдаем сегодня еще реально в нашем мире, но это то, что говорится. То есть, религия, религия, но это наука. Так же, как наука в нашем мире не противоречит и не состыковывается, и никоим образом-то здесь нет ничего, если только чисто механически, специально не сталкивать их в лоб. Существует это и это отдельно. А что говорит Каббала о структуре вот этого постижения? То есть, какие пути надо пройти для того, чтобы... Путь человека в постижении высшего мира состоит из двойного скрытия этого мира, когда, как мы сейчас с вами, совершенно ничего не чувствуем, можем только верить, что кто-то о нем говорит. Затем, одиночное скрытие мира, это когда человек уже начинает ощущать, что есть внешняя система управления, которая на него направлена, взаимодействует с ним, управляет им. И хотя он ощущает все-таки от этого управления, как мы в нашем мире, всевозможные некомфортные состояния, вплоть до страданий, но все равно у него уже появляется ощущение, что, наверное, это управление осмысленное и предполагает собой хороший конец, то есть хорошее следствие. это первое, это второй этап, третий этап, когда он начинает ощущать, раскрывать это высшее мироздание для себя, тогда оно уже начинает ему представляться добрым, но еще в том виде, как вознаграждение и наказание за его усилия вперед двигаться или за его лень. И последний этап, когда он проходит, и этот третий этап, это уже познание абсолютного счастья, совершенства, самопознание. В общем, это весь путь самопознания, потому что из себя человек познает окружающий мир. Если человек готов к такому пути, то сколько требуется времени на постижение этой науки? В лучшем случае от пяти до семи лет. Но я не верю, что обычно так не получается. Я никого не хочу прельщать. Где-то около пятнадцати. Двенадцать-пятнадцать лет занятий, раз-два раза в неделю, постепенно осваивая эту методику, человек может прийти, если он хочет более серьезно заниматься, то, конечно, путь сокращается. Идеальное состояние-то где-то даже от трех до пяти лет. Но это очень редкий случай, когда действительно есть возможность. При этом объем знаний, который он должен получить, не ощущений, а именно знаний, каков? То есть что нужно грузом? Знания нужны только в той мере, в которой они нужны для формирования входа в высший мир, для формирования контакта с ними. То есть просто бесполезно груз знаний, он ничего не дает. Вот за вашей спиной сейчас стоят диаграммы, где есть надписи на иврите, скажем, да? Для того, чтобы изучать такие таблицы, я же должен знать язык? Нет, язык совершенно не надо знать. Есть много книг по кабале, которые написаны на арабском. Мною переведено, вся каббалистическая литература переведена мной на русский язык. 22 книги я издал на русском языке, есть на английском изданные мной, на польском, на литовском, на чешском, на болгарском, французском, в общем, на многих языках. Обучение у нас происходит на 22 языках. Нет никакого смысла тратить время на обучение древнему этому языку ивриту. Тем более это на арамите, даже экзор написан на арамите. Это разговорный язык междуречья 2000 с лишним лет назад, на котором разговаривали древние персы. Тоже в нашей древней это мертвый язык, нет смысла его изучать ради того, чтобы читать книгу Зоор. Ее можно спокойно читать сегодня на многих языках остальных. И последний мой вопрос, я думаю, что он как раз займет то время, которое у нас осталось, поскольку я знаю, что для большинства из современных людей нет лучшей иллюстрации, чем собственный пример человек, который к этому пришел. Вот вы ученый, работавший абсолютно в западной парадигме знания, да? Как у вас это началось? С чего? Я говорю только с точки, с вопроса о смысле жизни. Если он человека поражает этот вопрос и не дает нормально спокойно забыться, существовать в своем мире, то тогда он ищет. Давайте мы сейчас переглянемся на рекламу, а все-таки после рекламы я хотел бы, чтобы вы просто о своей биографии несколько слов сказали. Можно? Реклама. Биография у меня простая. Как обычно, родился, вырос, рос в России, закончил институт в Ленинграде. После этого отработал несколько лет, эмигрировал в Израиль, продолжал искать и здесь, и там. В 75-м году начал искать серьезно в Израиле, в 79-м году нашел своего учителя, и с 79-го года по 91-м занимался у него кабалой. В 91-м он умер, я продолжил его дело, и на сегодняшний день руковожу центром, институтом изучения кабалы. Но в момент пристижения, изучения, все-таки это не один, не два года. У вас были разочарования, отходы назад, возвращения? Или это путь прямой и ясный? Нет, кабала это не прямой и ясный путь, она заставляет человека все время искать. Не для того, что даже он роется и в остальных книгах, и раскрывает для себя связи между всеми учениями. Кроме того, сама кабала показывает корни всех остальных учений. Если это наука, которая обобщает, с одной стороны, многие учения, с другой стороны, показывает выход в них. И в итоге человек может путешествовать, в общем-то. Здесь нет никаких противоречий. Все, что тебе может пригодиться в соответствии со структурой твоей души, пожалуйста, используй для того, чтобы постичь ответ на этот вопрос о смысле жизни. То есть это все равно инструмент для личного пользования? Это инструмент для личного пользования. Это только индивидуальное постижение высшего мира. Индивидуальное. И поэтому только те, которые действительно эгоисты, сигналы эгоисты в нашем мире, те приходят в кабалу. После того, как я сейчас уже с Москвы, я еду по Штатам, по Северной Америке, и там у меня тоже лекции в университетах и в крупных городах. Огромное количество интересующихся людей. Скажите, в Америке больше интересуются кабалу, чем в России? Нет, в России больше. Россия очень благодатная для этого страна, потому что, во-первых, структура души, страдания, особая судьба страны, все это накладывает такой отпечаток на чувствительность людей, на их предрасположенность, к тому, чтобы действительно задаваться этим вопросом. Американцы топоваты. И последний, на самом деле, последний вопрос. Об этническом составе ваших учеников, поскольку все-таки упорно кабала ассоциируется с аудаизмом, хотя вы и сказали, что... К сожалению, да, к сожалению, кабала ассоциируется с аудаизмом. Но если вы поговорите с верующими евреями, вы убедитесь, что они и не знают, и ненавидят кабалу. И все-таки сегодня 700 тысяч тех, кто обучается у вас заочно и очно. Процент евреев какой? Я не считал, но я не думаю, что он больше... Не больше четвертой, мне кажется. Не больше четвертой. Просто, поскольку я в Израиле, так, естественно, в Израиле очень большая группа учеников моих, и русскоязычных, и на иврите. Но я думаю, что сегодня не меньше количества русскоязычных учеников у меня по России, причем это Сибирь, это такие регионы, где, кажется, люди спрашивают... Да, да, и люди спрашивают, и они очень хотят. Вот у нас был конгресс, на нем участвовало действительно около 500 человек. Литва, Франция, Германия. То есть у нас есть... Это может быть араб, это может быть итальянец, это может быть мексиканец. То есть совершенно неважно. Вопрос интернациональный вообще, и человеческий вопрос. Спасибо. Спасибо вам так.